В рамках масштабной реформы правоохранительной системы страны планируется усиление надзорных функций Генеральной прокуратуры. Одним из ключевых решений Совета обороны стало то, что надзорный орган лишается функций следствия. Этим будут заниматься в ГКНБ и ГСБП. Канад Канеметов продолжит тему. Реорганизацию работы Генеральной прокуратуры инициировал Совет обороны во главе с президентом Алмазбеком Атамбаевым. Следствием надзорный орган не будет заниматься, а только своими обязанностями. Основное направление, то есть основной смысл этих изменений заключается в том, что Генеральная прокуратура, то есть органы прокуратуры должны вернуться в традиционные свои функции, это надзор. И в этом плане предполагается усиление надзорных функций органов прокуратуры путем расширения надзора как за ОРД оперативно-рассной деятельностью правоохранительных органов, так и за следствием. Генпрокуратура будет надзирать над всем, что делают другие правоохранительные органы. Мониторить процессы от фиксации преступления до следственной проверки и возбуждения уголовного дела до вынесения приговора суда. Надзорные функции до этого были, но просто, как я говорю, у них просто было других полномочий много, а когда один человек занимается несколькими видами, и где же видеть, как, вот, например, генпрокуратур тоже занимался экономическими преступлениями, и когда занимается экономическими преступлениями, есть такой момент, что она может сраститься с преступностью. Они идут проверять, те говорят, ну, помогите нам, и в итоге, вместо того, чтобы прескать, они начинают, грубо говоря, крышевать эту экономическую преступность. Когда-то главный следователь Генеральной прокуратуры попался с крупной взяткой. Должность следователя в надзорном органе считалась престижной. Теперь этого не должно быть. Генеральная прокуратура будет также являться координатором борьбы с коррупционными проявлениями, но в то же время расследование большинства этих дел, связанных с финансовыми нарушениями, преступлениями, коррупцией, они будут, соответственно, относиться к финансовой полиции, ГСБ и, соответственно, к ведомству ГКМБ, АКС. Вместо МВД ввести уголовно-правовую статистику будет Генеральная прокуратура. Специалисты говорят, что появится шанс на объективные цифры в отчетах о количестве преступлений, раскрытых дел и так называемых висяков. Соответственно, они введут полностью уголовно-правовую статистику и она за счет этого станет объективной, так как прокуратура не будет, скажем так, заинтересована в завышении показателя как МВД, потому что в МВД еще и за счет их системы того, что они должны какую-то норму вырабатывать по уголовному преступлению, возможно, какое-то эффективное завышение было. Реформа правоохранительной системы, по словам специалистов, связана с попытками государства защитить бизнес. Это залог его развития. Вопрос только в том, когда это произойдет. То, что касается защиты бизнеса, это реальная защита бизнеса. Сегодня, когда эти реформы произойдут, мы прописали и проголосовали за это все члены Совета обороны, что в течение трех месяцев премьер-министр должен изменить все законодательные документы. То, что касается законов, то, что касается Конституции, это уже касается прокуратуры. Данный вопрос, я думаю, в ближайшие дни тоже будет обсуждаться. В ближайшие дни. Это в рамках реформы Конституции, я думаю, это будет проходить. Каждый правоохранительный орган, по словам инициаторов, должен заниматься своими прямыми обязанностями и при этом необходимо исключить любое дублирование функций.